представьте у вас есть сервер на котором работает важный сервис вы подняли на сервере lvm периодически добавляете диски и все вроде нормально пока в один день не выходит из строя один из дисков диски периодически портится это совершенно нормально и вы можете по гарантии заменить диск гораздо страшнее что случится с вашими данными во-первых восстановить данные из поврежденного диска не всегда возможно а если что-то и можно восстановить то это обычно стоит бешеных денег но это только часть проблем если какой-то логический том использовал несколько дисков включая проблемные то придется потратить много часов а то и дней чтобы восстановить хоть что-то о полном восстановлении можно забыть это уже тот случай когда нужно восстанавливать из бэкапа учитывая сколько проблем может создать один поврежденный диск компания готова заплатить чуть больше за железо чтобы избежать таких проблем и задачи примерно такие выход диска из строя не должен приводить к потере данных и остановке работы сервиса для решения этих задач была разработана технология рейд избыточный массив независимых дисков вариации рейда а точнее уровней много и самый простой вариант записывать одни и те же данные на два или больше дисков такой уровень рейд называется рейд один или мирр выйдет из строя один диск не проблема все данные есть на втором диске правда есть пара нюансов во-первых скорость записи уменьшается так как нужно писать одни и те же данные на несколько дисков во вторых вам нужно минимум в два раза больше дисков учитывая что серверные диски стоят дороже так как должны работать 24 на 7 и быть надежнее то разница между 10 и 20 дисками довольно большая не говоря уже о большем количестве дисков тут и другие нюансы у вас на сервере может быть 12 слотов на диске а значит полезное пространство дадут только 6 дисков а если в дальнейшем понадобится больше места либо покупать новые диски большего объема и каким-то образом переносить все данные на новые диски либо покупать систему хранения данных либо второй сервер все не так просто и много где придется искать компромисс кроме рейд 1 есть и другие уровни большинство компаний у которых есть сервера используют рейд с уровнями 1 5 6 и 10 но это большая тема с кучей нюансов которые не относятся к этому курсу но вы можете почитать о них по ссылке в описании рейд можно реализовать как на уровне операционной системы что называют программным рейдом так и на уровне отдельного контроллера или впаянного в материнку типа что называется аппаратным рейдом и скорее всего на работе вы увидите именно аппаратный рейд он независим от операционной системы не использует ресурса центрального процессора работает чуть быстрее и может иметь специальную батарею которая позволит не потерять данные в случае резкого выключения сервера но это все стоит денег и в случае проблем с контроллером придется покупать контроллер у того же вендора иначе можно потерять все данные дело в том что рейд добавляет уровень абстракции храня метаданные на дисках при этом каждый производитель делает это по-своему из-за чего разные контроллеры могут не определить рейд другого вендора хотя в случае первого рейда это не всегда актуально но в случае программного рейда вы не зависите от контроллера вам просто нужен модуль в ядре который и будет работать с рейдом вообще рейд можно настроить и с помощью лвм но сам по себе лвм при работе с рейдом обращается к другому модулю для работы с рейдом md multiple devices и лучше научиться работать с самим мд чтобы не зависеть от лвм так как лвм это делает поверхностно а мд можно делать гораздо больше мы с вами для теста поднимем рейд один на sdb и sdc но сейчас на них находится лвм который мы создали в прошлый раз и он примонтирован в майдата у меня здесь ничего важного нет поэтому я могу отмонтировать файловую систему удалить волюм группу которая при удалении также предложит удалить логический том а потом затереть все метки с дисков также не стоит забывать про строчку в fstab ее я просто закомментирую так как она нам еще понадобится но прежде чем создадим рейд прибегнем к одной особенности программного рейда если говорить про аппаратный рейд то очень сильно рекомендуется использовать диски одного вендора одной модели и чуть ли не одной партии потому что при одинаковых параметрах дисках их объеме и скорости чтения и записи гарантированно все будет окей если диски разные то при создании рейда будет выбираться скорость и объем самого малого и медленного диска у разных вендоров объемы дисков могут немного отличаться пусть хоть на один сектор не важно и если у вас вышел из строя диск вы купили другой и внезапно оказалось что там на 100 секторов меньше чем на других дисках рейда то ваш рейд просто не примет новый диск поэтому для аппаратного рейда практически всегда используются одинаковые диски что касается программного рейда такой проблемы можно избежать для этого под рейд можно давать не весь диск а чуть меньше чтобы в случае замены подошел любой новый диск нужного объема для этого можно использовать разделы поэтому я создам раздел на каждом из дисков на 1 гигабайт что чуть меньше реального объема но в дальнейшем мне будет проще заменить один из дисков дальше нам понадобится утилита mdadm у этой утилиты также подробный мануал с примерами пишем sudo mdadm create указываем имя рейда допустим my raid 1 указываем уровень рейда то есть level равно 1 указываем количество устройств и их имена raid devices равно 2 sdb 1 sdc 1 утилита нас предупреждает что если мы планируем держать директорию boot на этих дисках нужно кое-что проверить или изменить но пока мы этого не планируем причем здесь директория boot мы разберем в другой раз а пока продолжим пишем y и enter видим что рейд у нас создался если посмотреть увидим что это ссылка на устройство dev md 127 информацию о рейде можно посмотреть с помощью утилиты mdadm с опцией detail или просто d дальше нам нужно сохранить текущую конфигурацию рейда для этого откроем man mdadm и найдем две строчки с echo будет два примера с разделами или целыми дисками мы выберем первый так как мы создали рейд на разделах станем рутом и зайдем в директорию etc правда директория может разниться в зависимости от дистрибутива поэтому лучше все же посмотреть в man первая строчка создаст файл mdadm.conf со списком разделов которые нужно проверять при запуске системы на наличие рейда можно это подправить оставив только текущие разделы либо оставить как есть вторая строчка добавит файл информацию о текущем рейде и его идентификатор а дальше мы можем записать на файл устройство файловую систему с помощью mkfs или указать его как физический том для lvm мы с вами сделаем и то и другое для повторения вас может возникнуть вопрос а зачем lvm если рейд также объединяет диски давая общее пространство вспомните что у lvm есть и другие полезные возможности те же снапшоты более динамическое управление логическими томами по сравнению со стандартной таблицей разделов чтобы сделать и стандартный раздел и логический том создадим на этом устройстве таблицу разделов и два раздела а потом сохраним как видите разделы получили название md 127 p1 и p2 то же самое касается ссылки в директории dev md на первый раздел сразу запишем файловую систему а на второй создадим логический том вспоминаем физический том группа томов логический том смотрим в dev mapper появилась ссылка на логический том записываем на него файловую систему и подправляем запись в fstab для теста можно примонтировать все работает у нас конечно прибавился еще один уровень абстракции но с точки зрения пользовательского пространства ничего не изменилось даже директория майдата напоследок давайте избавимся от одного диска и посмотрим что же произойдет для этого я выключаю виртуальную машину и удаляю один из дисков дальше запускаю систему после запуска системы я проверяю примонтирована ли файловая система да с файловой системой все окей но если посмотреть статус рейда то можно увидеть что статус degraded а это значит что есть какие-то проблемы с рейдом он не в полноценном состоянии а внизу видно один из дисков removed теперь давайте представим что мы купили новый диск на замену старому опять вырубаю виртуальную машину создаю еще один диск тоже на гигабайт хотя тут скорее особенность виртуалбокса не получится при работе виртуалки добавить диски на физических серверах необходимости выключать сервер для добавления диска нет для начала определим какое название получил диск для этого выполним команду f disk минус л и найдем чистый диск теперь нужно создать раздел как мы это уже делали и добавить его в рейд с помощью ключа от после добавления статус нового диска поменяется на сперри билдинг при этом мы можем продолжать работать итак мы с вами разобрали как на linux настроить программный рейд выход из строя диска может создать кучу проблем для администратора не говоря о других это не вопрос вероятности это вопрос времени при этом предотвратить один из худших кошмаров можно всего за пару минут настроив неважно программный или аппаратный рейд и хотя мы рассмотрели только первый рейд настройки других уровней рейдов больших отличий нет как и в большинстве случаев за парой простых команд скрывается тонна теории которую важно знать потому что неправильное обращение с командами может привести к печальным последствиям я приложу ссылку где вы можете более подробно ознакомиться с программным рейдом на linux